Ловкий обманщик, как Алдар женился. Казахская народная сказка. Однажды Алдар-косе нашёл в степи обглоданную баранью лопатку. Поднял он её и зашёл в юрту к жадной старухе. Старуха в это время варила мясо. — Сказал Алдар-косе. — Положи мою лопатку в котёл со своим мясом. — Давай, — согласилась старуха. — Только смотри, чтобы твой котёл не съел её. Удивилась старуха его словам. — Разве котёл может съесть кость или мясо? — Не бойся, клади, пусть варится. Мясо в котле сварилось, а лопатка оказалась без мяса. На ней и прежде его не было. Подивилась старуха такому чуду. Делать нечего. Отдала взамен лопатку с мясом. Взял Алдар-косею и говорит. — Я повешу своё мясо здесь, а завтра возьму. — Повесь где хочешь, не пропадёт. Повесил Алдар-косею лопатку с мясом на стене над ягнятами и сказал. — Бабушка, как бы твои ягнята не съели мясо? Старуха даже рассердилась. — Что ты глупости говоришь? Ягнята мясо не едят. Наступила ночь, когда все заснули. Алдар-косе встал, объел дочисто мясо с лопатки, а жиром намазал ягнёнку рот. Потом лёг спать. Утром Алдар-косею сказал. — Бабушка, а ведь твой ягнёнок съел моё мясо. Видит старуха. У ягнёнка жирные губы. Не стала спорить. Отдала ягнёнка за съеденное мясо. Пошёл Алдар-косею с ягнёнком в гости к баю. Спрашивает хозяина. — Можно пустить моего ягнёнка в твоё стадо? — Можно, — согласился бай. — Боюсь только, как бы бараны его не съели. — Не слыхал я, чтобы бараны ели друг друга, — сказал бай. — Не бойся, не съедят. Пустил Алдар-косею ягнёнка в стадо, а сам остался ночевать у бая. Наступила ночь. Пастух заснул. Алдар-косею пришёл в стадо, зарезал своего ягнёнка и спрятал. А кровью вымазал рот самым жирным баранам. И опять спать лёг. Утром пошёл Алдар-косею в стадо за своим ягнёнком. Не нашёл его и говорит баю. — Должно быть, съели моего ягнёнка твои бараны. Тогда пошёл бай в стадо. Заметил кровь на губах некоторых баранов и подумал. — Должно быть, на самом деле сожрали, — сказал он Алдару-косе. — Бери себе тех баранов, на губах которых есть кровь. Отобрал Алдар-косе восемь баранов и отправился в путь. По дороге встретил он человека, везущего умершую девушку. Предложил ему Алдар-косе. — Отдай мне мёртвую девушку, а я тебе дам восемь баранов. Человек согласился. Взял он восемь баранов и отдал Алдару-косе тело мёртвой девушке, да ещё и лошадь в придачу добавил. Алдар-косе продолжал свой путь. Вот подъехал он к своему аулу. Одна девушка увидела его и сказала подругам, — Алдар-косе везёт свою невесту! Выбежали девушки посмотреть. Тогда Алдар-косе вынул шила и ударил лошадь в бок. Испугалась она. И сбросила с себя Алдар-косе и мёртвое тело. Поднялся Алдар-косе, пошёл к Аксакалам в аул и сказал, — Вот отцы, что наделали вашей дочке! Испугали лошадь! Сбросила она мою жену и ушибла насмерть! Обсудили Аксакал и его слова и решили. Наша вина! И должны мы тебя вознаградить! Выбирай себе любую из тех девять жёны! Алдар-косе того и ждал. Выбрал он самую красивую девушку и женился на ней.